Привет, ребята, с вами Братец Ву. Сегодня на столе играем в игрушку, которая называется Визвар. Как видно из названия, это война магов или волшебников. Вот это игра компании Fantasy Flight выпуска. И как Вилл говорит, она уже восьмое переиздание, или около того, да? Рассчитанно на двух-четырех игроков. На русском нет, но если вы нас смотрите с 2050 года, то, скорее всего, она уже есть на русском и в голограммной версии. Со мной сегодня играют Саня вот здесь вот. Куда ты, Вилл, лезешь вперед? И Вилл вот здесь. И мы играем за магов. У каждого свой маг и деремся друг против друга. Сейчас Вилл расскажет. В принципе, подземелья, где маги дерутся за право стать какой-то главой гильдии, тот, кто победит. В общем-то, цель игры набрать два очка. Очко дается за убийство мага, либо за то, что ты чужое сокровище припер на свою базу. База это ты где вначале находишься. А вот эти вот ворота, это что? Портал. Это порталы. Значит, я играю за синего мага. Либо игра заканчивается, если остался один живой. Тогда он победитель. Я играю за синего, ой, за зеленого мага вот здесь. Точнее, у меня зеленая подставка, а синий вот этот вот. Саня играет за красного. Сменим. Давай, чтобы я не путался. То, что-то меня решили запутать. Фигурки тоже были не раскрашены. А Вилл играет за желтого. Вот его. Блямба. На этой крутилке здесь показано, сколько хитпоинтов. Сейчас у меня 15 начинаем. Будем выражаться. Давайте фигурки. Покажу их. Вилл с любовью раскрасил. С талантом или нет, судить вам, но с любовью точно. Вот тут. Как будто развернуть тебя, рука так не ворачивается. О, но здесь не очень понятно. Тут даже спиной, тут зрителю почему-то стал дедушка очень скромный. Это мой. Вот. В общем, все они маги разных школ, судя по всему. Ну, как бы нет. Ну, по виду, я имею в виду. По виду, да. Есть вариант игры, каждый со своей школы маги играет. Да, играем мы вариант игры такой более веселый, когда вся колода участвует. Потому что по основным правилам выбирается там несколько школ магии. Но есть вариант, большая книга заклинаний, в него мы играем. То есть вся колода. Так, для интереса. Да или не выбирать. Хорошо, давайте начнем. У каждого есть хенд, я так понимаю. Ну, давайте кинем кубик, в принципе, кто начинает. У кого больше будет. Да, здесь даже есть куб. Ну, редко, честно говоря. Тут просто заклинания есть, которые там в сторону какую-нибудь летят. Или случайное направление. Два. Ловичка, у тебя что было? Один. Я не начинаю точно. У меня два. Что с тобой? Перекидываем. Четыре. Ну, молодец. Ну, Саня начнет. Три. В общем-то, структура хода такая. Саня начинает сначала. В принципе, в начале хода обыгрываются варианты всякие с длительными заклинаниями. То есть, например, если заклинание длится пять ходов, там минус один ход убирается. Но в данный момент у нас ничего нет, так что переходится сразу к основному ходу. Основной ход, в принципе, стоит в том, что маг может ходить. Изначально у него ход три клетки. По диагонали ходить нельзя. Но можно в любой момент своего хода добавить еще карту. Вот у нас есть карты различные. Можешь посмотреть. В основном, это заклинания, есть чисто карты энергии, на которых ничего не написано, только стоит циферка. Именно усиливать. Да. Либо есть некоторые карты, которые действуют и как заклинания, а внизу стоит энергия. Увидел у себя? Только надо, да, скрывать. Вот у тебя там есть. Внизу. Видишь циферка? Вижу. То есть, это значит, эту карточку можно использовать либо как заклинание, либо как энергия. Понял. Ну и в общем, в свой ход ты можешь сбросить карту энергии и добавить к своему ходу столько, сколько циферка на ней. То есть, например, сбросил карточку 5, значит у тебя будет там 8 ходов. Причем карточку ты можешь добавлять в любой момент своего хода. И в любой момент своего хода ты можешь выполнить одну атаку. Атака – это вот красные заклинания. Ну давай, Саня, походу. Либо ударить. По ходу дела. Да. Любое количество нейтральных заклинаний. Когда дойдем до этих вот перегородок, тогда и расскажем, что это такое. А перегородки – это стены, а это двери. Двери, которые твоим цветом, значит ты через них можешь проходить. А есть специальные каши, которые оттужат. Да, рассказывай, давайте про эти вот, расскажем. Сундучки. Очки дополнительные. Сундучки – это как раз вот дорабатывать очки. Ты должен взять чужой сундук и припереть к себе на базу. А свои сундуки? Ну, желатель – нет. Они не дают очков. Ты можешь их взять, но они не дают. Ты можешь притаскивать, чтобы других… Примема в том, что ты можешь тащить только один сундук одновременно. И когда ты его берешь, твой ход заканчивается. Ну, давай, начинай. Еще раз напомню, для чего эти выходы. А, это значит сюда вошел, отсюда вышел. Стоит один. Или вот здесь. Также вот эти вот. То есть, значит, открытые места. То есть, зашел здесь, вышел здесь. Карта зациклена так. Куб, в общем, опять. Ну, да. Но портал это больше, получается, для второго, потому что для четвером-то проще бегать. Ну, давай, Саня, ходи. Так, ну. Другой, друг, друг. Раз, два, три. Все? Когоди, я хожу. Не, погоди. Если все, тогда в конце игрок может скинуть любое количество карт с руки и добрать две карты. Максимум сейчас мы можем все иметь по 7 карт. Ясно. То есть, добрать можем? Да, просто, да. Там есть, там, всякие дополнительные штучки, которые. Теперь я, да? Нет, по кругу. А, по кругу? Понял. По часовой. Вот, а по первому, значит, поделали. Понял. Так. Куда бы ринуться, что бы сделать? Два очка, да? Ну, как бы, в этой мечте. Два очка. То есть, либо двоих убийц, либо два сундука, предстоит. Либо один сундук, одно убийство. Ну, вот я играю карточки энергии. В сумме у меня 9 ходов получается. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Забрал твой сундук. На меня равно. Да, да. Еще МП потратил 8. Но у меня одно осталось бы. Но если ты берешь сундук, твой ход немедленно заканчивается. Ты уже ничего не можешь делать. То есть, я 8 потратил. Поднять предмет тоже одно МП тратится. Твой ход. Хорошо. Я то, что трачу энергию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И... И, и, и... Все, пока что. Забираю карты. Это три штуки или две? Две. Сейчас я походил. И самое, конечно, важное еще разбираться вот в этих всех картах, которые появятся. Заклинания, да. Мы-то уже, в принципе, я не знаю, если я не забыл, но мы играли много раз. Штук, ну, 20 точно раз сыграли бы. Ну, более-менее помним, как заклинание, что действует. А там, конечно, надо вчитывать. Там еще... Иногда много очень текста. Да, достаточно. Ну, ладно, что-то пошло. Пошли меня все разграблять, что делать-то. Кары. Как бы тебя, оттого, что они твои лежат, ничего такого. Только что другим не дозь очки. Так, раз. Все, давайте карты. Да, да, скинусь. Так, до семи, да, добираем? Нет, ты доберешь две карты. В руках можешь иметь больше силы. А, то есть я сейчас беру, смотрю, какие ненужные, и скидываю. Задуло все-таки. Тут есть камни, которые там позволяют девять карт в руке держать. И самое интересное, что здесь, если есть предметы такие, желтенькие, или заклинания, которые предметы, ты можешь сразу выкладывать. Будет считаться, что ты его несешь. Что значит желтенькие? Желтенькие иконки у них? А, вот, видишь, предметы. Вот он скинул себе этот блейд, а мог бы его взять в руку. Понятно. Ну, а все-таки считаются в руки твои. Да, но проблема в том, что все длинные заклинания и предметы, они считаются твоей рукой. То есть ты будешь считать, что лежит перед тобой, плюс рука, и это должно до семи доходить. Ясно. Вот так вот. Ну что? Тащи сундук, что? Да, тащу, скидываю себе еще на ход троечку. Это я использую, видишь, как энергию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Скидывать сам этот самый предмет и ничего не стоит. Угу. У меня пока что рука. Я беру раз, два, три, да. Сундук беру. Оп, загрузил. У нас все. А, бери пока. А, надо мне шесть. Ну, ты бери дверь, смотришь, как выиски скидывай. А, выиски скидывай, да? Вот, а ты будешь. Подожди, раз, два, три, это взять... Одинокая тратится. А, то есть я уже не могу взять. Да, тогда ты кидывай энергию. Ага, так, у меня есть что-то кидывай. Нет, тогда просто ставим клубер. Ставим, бери карты, скидывай. Все-таки никто друг к другу не нападает. Да, ты сам же понимаешь, как долго ковыряют друг к другу. Ну да. Далеко обижать друг к дружке. Ну, хорошо. Так, ну что, тут, конечно, интересно, интересно. Тогда я сделаю так. Ну так, так. Это если я на ход докинул. А сколько... А, хитпоинт его здесь отмечен. Шесть. У меня ходьба. Сколько можно заклинаний в своем ходе делать? Одну атаку еще. Одну атаку и сколько угодно зеленых. Хоть все сыграют. Ну, красный, это сверху атака. А те, которые фиолетовые, это как бы как контр-заклинание. Ну, сверху такой фиолетовый. Да, ты можешь играть не свой ход, защищаться от заклинаний. Шесть, да? Хорошо, покажу свой хенд, чтобы люди видели, что у меня есть. Может, у них возникнут идеи. И они потом поймут, почему я так быстро проиграл, потому что не использовал нужные карты. Да тут тоже такой дикий ренд. То есть с картами ты можешь жестко не перейсить, а то, например, атакующих вообще нет. А вот это что напомнит компас? А это когда там бывает загнание, которое случайно на направление выбирается. А, кубиком, понял. Один, 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 один. У нас скидывание не кончается ход? Нет, скидываешь сундук. Нет, сундук скидываешь, ты любой может просто проходишь мимо. Подобрать любой предмет, как бы это, да, надеюсь. Четыре, пять. На сундук заклинание. А у него скидываю вот это? Да. Скидываю вот это заклинание по прямой для первого препятствия. А, твоя дерь, а для тебя препятствия? Шесть. Ну, я до сюда. Я могу ее открывать, могу не открывать. Шесть. И медитация играть. Три карты тянут. Ну, сейчас Виталия Бесника закончится, похоже. Если ему не помешать. Зашпарился другим сундуком. Так, и все, выход закончен, еще две тимулы. Сотопилить, слышать. У нас место музыки, надеюсь, Ютуб не забанит это видео за звук пиления. А сейчас на такие банды, наверное. Да. Это мало ли окажется, какая-нибудь песня Леди Гадди новая. Кто ходит? Вероятно, я. Да, я просто смотрю, что бы. Так, я тогда добавляю себе три очка. И фигачу. Раз, два. Это считается, как перехода? Три, да? Да. Ну, как бы раз, два, три. Раз, два, три. Здесь остановился. И, и, и. Беру себе две карты. Или что-нибудь. Посмотри, что можно это сделать. Нет, я это не буду южать. Так. Нет, ничего больше мне такого нельзя сделать, поэтому добираю две карты. И скидываю сейчас. И скидываю, скидываю. Чего бы скинуть? Та есть, две. Почему две? Одну мне можно скинуть. Пардон. Семь же карта должна быть на руке. Семь, да, максимально. Да, у меня все нормально. Саня? Да, походу, если у нас сейчас никаких не будет, там, нормальных, так вычек, и так далее, то Леталя просто донесет пока на сундук второй. Либо вариант, сейчас у него ты его из-под... Но игра вообще достаточно быстрая, да, если тут... Смотря как сложится, то есть... Ну вот это поле быстрой игры, там на обратной стороне, там такой лабиринт, что уже так не пройдешь. Ну, в любом случае, если там выберешь не сундуки, а просто там добивать кого-то, то будет по-разному. Чего-то удлинится, да? Понятно. Так, ну, я не знаю. Ну, я сейчас возьму сундук, но следующим ходом, если у него там есть какое-нибудь ускорение, он возьмет и донесет. В любом случае... За один ход он точно не донесет. За один ход не донесет, потому что ему еще взять надо будет, это да. Ну, видишь, надо ли бы у него с базы тащить сундук еще. Надо? Ну, я в любом случае... А тут я с ими сундуками бегом. Мне столько ускоряться надо будет, если что бы это сделать. Что убедить, жадность или альтруизм? Ну, попробуем пока. Ладно, просто возьму, посмотрим ситуацию, может карта хорошая. Ты что, и пропускаешь ход на этом, да? Ну, получается так, да. Давай, Вил. Надо что-то плохое придумать. Так, это если на ход... А мы можем, если на карте встречаемся, можно просто разминуться, и не драться, да? А на одной клетке можно стать два? Да. Шесть. Ну что, пока что-нибудь заняться, интересно. Проши стену, что? Пройду сквозь стену. О, молодец. Иду сюда, два. Астральная проекция. Выбирай эту клетку, то есть я могу кастовать заклинание, как будто нахожусь здесь. И что ты какой? И в тебя летит фаербол, отсюда, который 5 дамеджа наносит. А я хочу защититься. Фаербол, да? Фаербол. Если есть фиолетовый какой-нибудь... Жальний ватербол. Контр заклинания, можешь защититься. Если нет, 5 дамеджа получишь. Cancel one target, нейтрал спел. А, это не нейтрал. Нейтрал, это зеленый ты можешь отменить, когда вот кто-то сыграл. И это не таргет, это таргет же, это с мишенью, да? Таргет же с мишенью, по-моему. Таргет, да, мишень. Нет, я имею ввиду значки на картах. С глазом, как они считаются, забыл, как они определяются. Не помнишь? А зеленый нельзя кастовать, да? Защита. Нет, тут сейчас не твой... Вот вода мне прилетает. Там есть некоторые зеленые одновременно и фиолетовые. Это только фиолетовые. Да, есть зеленые фиолетовые. Я грибаю. Ну, сколько? Ну, 5 дамеджа, глюб. Осталось 10. 2, 3, 4. Вот так у него отвлекающего нюня. Еще и по шапке отдал вообще. По щам. Да. Всем по щам. А что меть надо? Да, не мучает спокойненько. Там 1-2 хода с ускорением добежит и у ща. Теперь я хожу, да? Угу. Кидаю 3. 1, 2, 3. Еще 3 у меня остается, правильно? Туда, на базу, потому что кто-то может забрать этот сундук. Чем-то и остается. 1, 2, 3. Обсумно, мне очень картины интересные. В принципе, все. Угу тоже недалеко. Нестивительно, вообще тут напрямую. А телекинетик Блоу это в любое место бьет? А там, смотри, на красных есть всегда, если глаз, это ты должен быть в прямой видимости целью. Нет глаза. Если там такая... Мишень, то в любом комиссии как-то. Нет, мишень, вот такой, короче, Power Trust. Глаз. На нужный глаз, короче. А, вот, вижу, да. Значит, ты должен цель видеть. Понял. Есть еще такая, как бы, кружок со стрелкой. Это значит, цель должна быть либо на смежной клетке, либо на той же, что и ты. Понял. Ничего, есть на себя это там такой, с руками мат. Хорошо, тогда, тогда, тогда и все. Все. Здесь все закончим. 1, 2, 3, да. Сейчас карту только возьму. Ты пока с вами ходи. Да. Лишнее сейчас было. Долго шлось. В принципе, сделать не еще. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Там народ нам все. Один, по крайней мере, товарищ рекомендует поиграть в танки настольные. Так, ты такой слышал? Усиливать, да? Там недавно проходила какая-то. Ну, там, как обычно, они чисто поддержали свои проекты. Рекламные, да. Они обычно такие суперкрутыми не бывают. Что-то я не читал там, там, таких супер положительных отзывов среди настольщиков, что все сели и начали играть. Так, безумно. Скорее, это для тех, кто в танках. Для фанатов, да? Мозговое сжение на тебе. На меня мозговое сжение? Угу. Сейчас, смотри, сейчас другой выиграет, товарищ. Ну, а что делать? Я не знаю, мне нет ничего такого нормального. Все? Ну, я тебе кулаком по голове один дэмэдж получи. Окей. Ну, да-да-да, если можно просто кулаком. Кулак есть, конечно. Представляем. 1, 2, 3. Как у меня маги дерутся сюда, как девчонки. Леща такого. Неа. Да, так. С размаха. Нежратым кулаком. Есть вариант. Нет. Хотя, вот если вспомнить Lord of the Rings, как там дерется. Гендальф. Гендальф. Он вообще очень боевой парень. Гендальфа бедного не берегут. Как вы в итоге ходили на кино, так сказать? Всем понравилось? Опять бедный режиссер над Гендальфом издевался. Гендальф, да, там его по-всякому приложили. А зеленый только вслух вот, да, можно? Да. Окей, кто ходит? Я что ли? Я походил, да. Тогда я хожу. Не особо ночью. А че я? Че? 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 А через дверь нельзя мне? Через красную, нет. Чудяще, да, жаль. Через его цвет. Ключик. Ну, там есть, да, заклинание, которое там, либо проходить сквозь стены, либо ключ, да, открыть дверь. А если прицел, то это что значит? Прицел, это где угодно. Ну, то есть. Когда иду сюда. Просто только я возьму сундук, я могу еще использовать? Нет. Заклинание, может. Нет, если берешь сундук, ход заканчивается сразу. А я буду сейчас заклинание, потом ходить. В любом порядке. Если я покажу один, сделаю заклинание, у меня два еще. Да. Останется так, раз. Потом я делаю mental force. Force target wizard. Тому, сколько у него магическая энергия плюс 3. Что это значит? Род дамач. Мне надо скинуть, либо скинуть энергию. Либо у него 3 по изначальному, либо усилить можешь любой энергии, и ты можешь передвигать в любое направление, ну, как сказать, цель. То есть ты можешь в любом направлении, по умолчанию на 3 клетки двигать. Если ты усилишь энергию, тогда плюс... А, то есть я его подвину, да? Ну, на 3, либо плюс 3, плюс энергия, сколько ты вольешь еще дополнительной энергии. Да, нет, все нормально, его двигают сюда. Обратно к тебе, чтобы ты им отомстил. Сам иду сюда и загружаешь сундуком. Оп-ля. Такой финт ушами. Есть такое. Что тут всякой фигни? Ничего не понятно. Блин, вот вы неудачно лову тут тусите. Ни к одному не поднасрать, ни к другому. Работай, Саша, работай. Беги, забирай у него сундук. Нет, ни за что. С базой. Да. Почему он вынекает? Но потом что-то делать надо со мной. Ну, тут такая как бы есть. Не разорвешься, называется. Все равно-то там больше бывает пара на пару, как бы, ну, так определяется, что кто рядом, кому ближе. Да, я сейчас чувствую, ко мне еще видел, тут прибежит через красную дверь. Да, тут сейчас уже... А, да ты же через красную дверь можешь подходить. Да, я не могу, к сожалению. Значит, только ты можешь ко мне через красную дверь примечаться. Ну, а все равно тебе так, сколько у тебя там, 10 дамок, все равно так не валью, чтобы настолько. Все-таки с сундуками. Деды такие же. Так, все стороны. Нет, у меня молодой какой-то. Даже обескал, что это женщина, судя, по груди. Да, обескал, что по грудям. Так, ну тогда... Готовится метнуть фаербол, как Лю Канг такой. Начнем с такого. Эй, что ты делаешь? О, да, поворот сектора. Что это было? Чтоб тебе дольше бежать было. Понятно. Это хорошо. Я одобрямся. Так. Да, теперь так быстро не добежишь. У тебя бы не было, я бы вообще повернул так, чтобы ему только через красную дверь было идти. Но таким способом я тебе ускорю проход. Поэтому здесь нет проблем. Ну так мог бы, мог бы. Тогда это в тебя бы ускорило. Ну, тут на две клетки. А это было нейтральное спелл? Да. Тогда я его канцеляю. А я анти-анти. Да вы заколебали. Короче, отменяю твой анти этот самый. А я могу еще заканцелить one attack spell? Это уже нет. Ты одну попытался заканцелить, и все, как бы ее... Твою контратаку... Анти-анти-анти нет? Контратаку, анти-анти. Анти-анти-анти. Она единственная, по-моему, карта в каверде. Да, да. Блин, повезло тебе. Ты бы сейчас мог бы выехать, а ты еще тоже придешь сейчас, конечно. А, так тебе до меня не дойти. Так, раз, два... Если только Саня дверь не подержит меня. А я могу такую вещь сделать, как не знаю, блин. Подойти, открыть дверь, запрыгнуть молнией, и закрыть дверь сразу. Да. То есть, чтобы она летала, но уже в двухлетках. Ну да. Да, и там, по идее, считается, что открываешь, закрываешь свою дверь как хочешь. Там нет такого. Чужой не может открыть. Ты можешь открыть и закрыть. Можешь помнить, что кидали фертуру, типа и дверь закрыли. Так, я просто вспоминаю, тут молнию, тут у меня очень много букв. Что она творит-то? Она там, короче, ее запускаешь, усиливаешь. И она будет летать, пока они туда... Примагического дэмеджа. И она, да, отскакивает. От себя выпускаешь, по прямой. Три магических дэмеджа всем, через кого проходит. Если молния встречает объект, она отскакивает, ну и заходит опять на это же... Да. А в момент открытия двери я смогу туда фиолетовое закинуть? Что-нибудь? Нет, вот... Ты можешь отменить это заклинание, если у тебя есть. Ну, не совсем отменяешь. Но фиолетовое же могу львозить. Еще стан на тебя будет, если поразит. Фиолетовое же могу в любой момент кидануть, нет? Фиолетовое как раз так, да. Не в свой ход. Ну, как бы временно против чего-то. Я просто смотрю, что, допустим, сколько у нее по умолчанию на три, да? Идет она. Или сколько там? Или она вообще изначально только на двух лет купит? Не-не-не. Что вы там зачитываете? Да там текст вот такой вот, с мелкими буковками, блин, и... Там еще много там таких... И что, сколько раз она отражается? Вот я сейчас хочу это узнать. На количество клеток ты должен... Она полетит столько с клеток, сколько ты энергии добавишь. А, то есть изначально нисколько она? Нисколько, да. Так, ну, допустим, если я, к примеру, на четыре усилие, то есть... С твоего. Значит, раз, два, три, четыре. Два раза его долбанет. А тут есть такая вот... Кстати... И застанет? Тут, помнишь, в самой первой нас игре, короче, тут можно поставить огненную стену, и потом человека взяли под контроль и начали водить его через эту огненную стену. Он издох. Туда-сюда. Красиво. Да-да. Элегантное решение. Это напоминает игру Магика. Помните такую? Да. Так, ну ладно. Комбинировать ящик, да. Попытаюсь, пускай получится, не получится. Короче, если нет... А то, когда открывай двери, могу-то сразу поставить огненную стену? Нет, нет, нет. У тебя огненная стена, это зеленая, вот как раз. А как фиолетовый, вот внизу написано. А против ватерспела? Да. А молния, это не ватерспел? Ну, молния, это молния. Молния, это не ватерспел, там написано, лайтинг. А это не таргетинговая? А, таргетинговая? Да, тогда я канцеляю ее. Что тут такое? Black Clash, cancel один атак, спелл, да. Вотив тебя. И тот, кто это самое заклинание применил, получает дэмэдж, равный от канцелянного... А как это будет здесь выгнедить? Три, значит. Три, значит. Мало того, что от канцелян вообще и повредил. Ну, теперь, значит, он точно выгнедит. Ну, либо он, либо ты. Ну, все, перей. А, мне еще один ходок там остался. Не получилось. Так. Сейчас Will, а не Will, только таргетинговый меня может. Так, сейчас. Надеюсь, что у него нет таргетингового. Да, да. Хотя, с другой стороны, три, если что, сюда еще успеем. А посмотрим, что еще можем сделать. Убежал. Убежал нагло. Ну, все, бери карты. Я уже взял. А, взял. А, у меня нечего делать. Раз, два, три, больше делать нечего. К сожалению, моему не получается победы. Я добавляю шесть энергии. Одну карту можно только добавить. Блин. Заход, только одна карта. Я что-то решил шесть добавить, ну ладно. Жаль, жаль. Вот мы тебя и раскусили. Ты хочешь тряпать. Такую планду. Конечно, не буду тут драться с вами. Такими нехорошими людьми. Тогда я делаю так. Добавляю одну карту энергии. А, не, погодь. А, заклинание я могу сколько угодно? Зеленых, да. А красных? Одно. Это атака считается. Хорошо. Тогда я делаю так. Раз, два, три. Я добавил карту энергетную. Ну, добавляй. Сейчас, сейчас, вот этот повер. Сдва еще? Повер, повер, повер вот этот. И потом я делаю дроп обжект на него. Угу. Ну, он уронился в дуку. За невидимости. Угу. И потом я ставлю вот сюда огненную стену. Огненная стена кладется перед тобой. Она считается, как будто у тебя в руке. Это постоянное заклинание. Клади перед собой. И она считается твоей рукой. И у меня остается еще, я раз-два сделал, нет, я раз-два-три сделал, да, у меня еще два остается. Раз-два. Беги, беги. Походу, вы выиграет. И еще зеленый могу я? Зеленый можешь. Дену сколько угодно немножко. Да, главное, чтобы там. Тогда еще я здесь делаю каменную стену. Тоже перед тобой, да, кладется валун. Смотри, ему валун где, здесь, а? Да, вот здесь. Заперся, это тоже у тебя в руке. Вот гад. Заперся еще. Вот тогда ее тоже уже не доберешь. Да, я ее до своей не доберусь. Так что, ну, что делать? Вот теперь поймайте меня здесь, может. Она такая быстрая, а мы за вечер успевали 3-4 раза спать. На четверых? Ну, она такая именно веселая. Да, достаточно. Когда выигрываешь, все весело. Тут просто надо было такие красивые комбинации, что даже, знаешь, не выдал, но приятно, знаешь. Типа в контроле через огненные стены. Ну, это такое банальное что-то там, и такие интересные. Тут же еще есть, знаете, карта превращения в разных монстров. Да, много тут всякого добра. Тут много есть, да. Да, еще не показано, сколько здесь. А это всякие эффекты и эти вещи. Пока ты думаешь, покажу все. Так, по приколу просто. Всякого разного, сколько здесь. Всяких интересностей. Ну, это-то все объекты, стены, это все, что может на поле появиться. То есть игрушка вообще реиграбельная, да? Да, ее можно бесконечно играть. Тут чисто из-за комбинации карты. И карта полна. Так, ну, блин, все, у меня нету никаких этих таких, чтобы вот, даже если бы до него дошел, что-нибудь ему захерачить. Ну, только стены ломать. А это как, блин, это много. Это нужно. 9 дамы, если можно ломить стене. Нет, 9. А можно в ущерб себе ломать стены? Нет, не в ущерб себе. Ты просто можешь любым заклинанием, либо даже этим, заказистно, у стены, по-моему, 5 по 3, да, получается. Да, а вот звери 3 по 3, ломать, ну, бишь, полезно. Я не знаю, что делать. Ну, сделай что-нибудь. Да вот я и думаю, что сделаю. Воюй пока с виллом что делать. Так, а смысл, у тебя ускорять. А вдруг у меня не добегу. Да, приколаешься. Ну, этим ходом ты еще не добегаешь, да? Потому что у тебя там двоечки. Ну, даже если он не добегает... А если ты, конечно, новую карту не добегу. Ты все равно ничего не добегу. А хотя... Так, подожди. А, блин, тогда этого не хватает. Тоже 9. А нет, смотри. Раз, два, три. У меня, блин, нету меня, но у меня тут... Раз, два, три. Некуда применить. Так. Замочи там. Ушел. То есть, он крестом будет домашний месяц. Не проходит через края. А через стены проходит? Через стены проходит. То есть, ты хочешь сюда на фигуфы гонать? Даже сквозь стены, но не по диагонали. То есть, будет крест по сносящей домашний, когда заходишь на турбер. А домашний аналогичнее, наверное, не. Так, прокажу карту. Надо еще, наверное, переструсить. Короче, тогда так делаем. Ускоряюсь на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сюда крестом сделаю на пять с демой. Пять демой хорошо. Куда? Сюда. Вот так. Так, а он на... А, он... А, чего? Нет, это на три я ускорился. Это какая-то иконка должна лежать, нет? А, это физик-шторм. Так он, куда ты бьешь? Подожди, он же крестом бьет. Нет, куда? Просто она... Он единовременно наносит. А, нет, это не как мина. Все, 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 понял. То есть сейчас он держаться не будет. Все полная хрень. Вот это я забыл. Пятерку? Девятерка там была. Вот, смысл. То есть ты думал, как мина будет стоять? Нет, нет, нет. Там бесконечности значка нету. Или значок, который вот поддержание заклинает. Тогда все получается. Если молния, значит сыграла и тут же все. Нет, подожди. Все в смысле, я говорю, все с тобой. Но я свое-то еще не сыграл. Они тоже, кстати, есть вариант. Захватить тот сандук назад, если в нем куча... Как ты добежишь? Я не факт. Да, как-то не факт. Ну, пробуй. У тебя же тоже есть шанс. Не, ну, понятно, понятно, да. Думаю. Так, тогда подожди. Я себе на сколько... Рядом с тобой лежит. Ты ускорил, ну, все. Я же не ускорюсь, ты не можешь. Да. Так, и так, и да. Ну, да, получается так. Пока все. Ну что, играю. Дисплейли твой куб. Хорошо. Ну, ты раньше надо... Мой ход только пришел. Скидывается твой куб. Хорошо, твой куб. Я... Ну, вот. Без куба теперь. Без куба как... Ты ломаешь стену, приходишь ко мне и у меня шествольного пулемета стоячь. Это не гладкий, все. Это все на ход. Блин, даже... Ничего серьезного. Теперь я, да? Что скинуть надо? Тогда я делаю вот так. А это скид. Опять, все, дошел? Добавить пятерочку. Давай, все. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Чик. Пук. Выиграл. Ура. Еще бы ход, я бы... А я бы еще... У меня даже универсальный растворитель был, но это все равно один, два, три. А что растворять? А стену растворять? Стену растворить. Вот тогда бы я выиграл в следующем ходу. Ну, все были... В каждую от выигрыша. Всегда так. Так что... Кроме меня. Да. Да, еще выиграл. Можно еще раз выиграть, в принципе. Короткий, или сколько там получилось. Регуляй, давайте в следующую сыграем, а потом может в это еще вернемся. Просто неудобно перекладывать будет все туда, но там очень много компонентов стоит. Да, ничего, давайте поиграем. Два рода одно и то же. Ну, давайте. Спасибо всем, кто смотрели. Всего хорошего. Кто смотрит нас в празднике с праздниками. Кто не в празднике, не в празднике. Ханука. Какие там еще с праздниками есть? Ханука сейчас? Рамзан. Рамзан. Рамзан Кадыров. Нет. Рамзан Кадыров нашел собаку, кстати. Чем его поздравляю, я сегодня в твите читал. А что ты ее потерял? У нее собака убежала, потом ее в какой-то другой район вывезли. Он там своих братков послал, ее вернули. Это фига. Пацанам дали какую-то премию. Они с Рамзаном вместе пили чай. Примерно. Такая вот веселая история. Без рук. Счастливо, всем пока.